Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Хоббит. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали первую часть главы, которая называется «В бочках на воде». Сегодня начнёт вторая часть этой главы. Ну что, поехали. Бедный мистер Бегинс. Как уныло тянулось время, пока он жил здесь совсем один. Прячась на смене, на минуту снять кольцо, почти не смыкая глаз, даже когда удавалось забиться в самый длинный тёмный уголок. От нечего делать он принялся бродить по королевскому дворцу. Ворота запирались волшебным образом, но Бильбо всё-таки ухитрялся выскользнуть наружу. Лесные эльфы иногда выезжали гурбой на охоту или по иным лесным делам. Бильбо отправляли земли, лежащие на востоке. Если Бильбо проявлял достаточную прыть, то проскакивал вслед за эльфами. Это был опасный трюк. Несколько раз его чуть не защемило воротами, когда они с грохотом захлопывались вслед за эльфами. Затесаться в их толпу Бильбо боялся, зная, что тень его видна, хотя при свете факелов она была тоненькая и колеблющаяся. Боялся он и того, что на него нечаянно надо толкнуться. Когда же он всё-таки выходил снаружи, то без всякого толку бросать товарищей. Он не хотел, да, собственно, без них и не знал, куда деваться. Он не мог всё время держаться подлее охотников, свободно следовать за ними, поэтому так и не нашёл пути из лесу. Старая заблудиться, он его обродил неподалёку от ворот и поджигал, и поджидал оказии, чтобы вернуться под землю. Охотник был никудышный, поэтому в лесу всегда голодал. В высотово дворце таскал еду со стола, когда по близости никого не было или из кладовых, так что голодным не оставался. Точно вора, который вынужден изо дня в день грабить один и тот же дом, думал Бильбо. Вот когда началось самое скучное, самое тоскливое приключение на нашем утомительном, неуютном походе. Очутиться бы сейчас у себя дома, у тёплого очага, и чтобы лампа горела. Как ему хотелось призвать на помощь волшебника, но об этом ему нечего было мечтать. Наконец он понял следующее. Если здесь кто-нибудь что-нибудь сделает, то только мистер Беггинс, один без посторонней помощи, недели через две своей подпольной жизни, следя и следуя за страшниками, то есть шпионер с ними при каждом удобном случае, Бильбо выведал, где запрет каждый гном. Он разыскал все 12 камер в разных местах дворца и постарался изучить дорогу к ним. Каково же было его удивление, когда однажды он подслушал разговор двух страшников и узнал, что в тюрьме в особо тайном месте содержится ещё один гном. Он, конечно, сразу догадался, что это Торин, и вскоре догадка его подтвердилась. Преодолев множество трудностей, он ухитрился пробраться к камере, и пока в близости никого не было, перекинулся несколькими словами с предводителем гномов. Торин так настрадался в одиночестве, что уже не находил сил сердиться на свои злоключения и даже начал подумывать, не рассказать ли королю про сокровище, про цель похода, видите, до какой степени он был подавлен. Когда он не слышал голосок Бильбо под дверью, то не поверил своим ушам. Впрочем, он быстро победил себя в том, что не ошибается, подошел к двери, и они долго шептались через мощную скважину. После этого Бильбо украдкой передал каждому гному приказ Торина, а именно, что их предводитель Торин тут с ними, и один не должен выдавать к эволюции их поисков, пока Торин не даст такого распоряжения. Как видите, Торин воспрянул духом, выслушав, как хоббит спасал гномов от пауков. Он опять решил пока не откупаться от короля и посулить ему сокровища лишь в крайнем случае, когда не останется никаких надежд, спастись другим способом. Иначе говоря, если глубоко уважаемый мистер Бегинс-Невидимка, а он очень высоко вознесся у мнений Торина, не сумеет придумать какой-нибудь выход. Бильбо однако был настроен далеко не так радужно, ему совсем не нравилось, что на него возлагают такие надежды. Но вот и все. Мы прочитали вторую часть главы, которая называется «В бочках на воле». В следующей серии начнем третьей части этой главы. Но это мы уже будем для вас сейчас в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тиму 11 ТВ. Всем пока!